Особое мнение на 101FM Вайбер 8 909 720 101 Ватсапа пока нет, в ближайшее время заработает Ну и, конечно, никто не отменял нашу форму обратной связи на сайте Через форму анонса можно тоже задавать вопросы гостю Альберту Бекалюку Мы следим Ну, давайте мы, Альберт Александрович, все-таки с главных политических новостей начнем Это история с уходом главы администрации Ильи Шульгина со своего поста В минувшую среду депутаты городской думы отставку приняли И я вас, как очевидца событий, хотела бы спросить о том А как вообще депутаты восприняли происходящее? Ну, то есть вы все равно с вашими коллегами как-то это обсуждали? Бесспорно, с коллегами мы обсуждали Депутаты восприняли это ровно как рабочая ситуация Ну, вообще, это внештатная ситуация, уход главы администрации нет? Для меня нет Так, что говорили депутаты? Вечная рабочая ситуация Что говорили депутаты? То, что говорили депутаты и мои коллеги, наверное, Анна в данном случае Я не уполномочен тут, потому что не получил их одобрение на передачу их слов Нет, ну, в целом настроение это какое было? Это правильный был поступок? Неправильный поступок? Что теперь будет? Все бегали и хватались за голову С кем же мы останемся? Нет? Это поступок разумный, предсказуемый Надежды на улучшение у нас всегда есть Так Все, что будет происходить дальше, я думаю, в ближайшее время мы с вами увидим И будем обсуждать, предполагать, критиковать, предлагать и так далее, и так далее, и так далее Слушайте, вот меня удивило Я смотрела результаты голосований И я, честно говоря, поражена была тем, что единодушно все проголосовали Но кроме единственного депутата какого-то одного, который не голосовал И до сих пор непонятно, как я понимаю, кто это был Вы знаете, я тоже не смотрел расшифровку голосования Но хочу сказать, что рыдать и просить остаться никто, видимо, не захотел Потому что действительно проблем накопилось много И, вы знаете, вот я, наверное, сегодня на эту ситуацию хотел взглянуть с другой точки зрения Потому что, если вы помните ту встречу губернатора, на которой присутствовало все руководство города Оценка неуд была поставлена всему руководству города Губернатор не является работодателем для главы администрации, для Шульгина Работодателем для Шульгина является Кировская городская дума в лице главы города То есть глава города заключает трудовой контракт И обязана глава города требовать, ставить цели, задачи, контролировать исполнение, спрашивать, проверять Но, однако, я не помню публичных выступлений с критикой в адрес главы администрации На городской думе, на заседании городской думы Вы не помните публичных выступлений Елены Васильевны Ковалевой, главы города В адрес Ильи Вячеславовича Шульгина Критических И поэтому, видимо, все устраивало И поэтому губернатор вмешался, видя все то, что происходит и то, что не устраивает жителей нашего города Было принято волевое решение поставить оценку неуд всему городу И я думаю, Илья Вячеславович поступил очень мужественно, разумно и написал заявление об отставке То есть вы думаете, что заявление последовало после вот этого, ну, этой неудовлетворительной оценки? Конечно А вот эта история с национальными проектами и с тем, что многие эксперты говорят, что это, ну, предлог такой, что называется, да? То есть национальные проекты и их неисполнение – это не самая основная причина ухода Очень много проблем в коммунальном хозяйстве, в дорожном хозяйстве Наверное, национальные проекты, ну, здесь не самое основное Недовольство жителей пассажирским автотранспортом, по ростам тарифов, цен на все, на все Сейчас мы об этом поговорим, да Конечно, поговорим, поэтому вот оценка неуд, на мой взгляд, она сложилась из общей массы То есть это комплекс? Комплекс Это комплекс Хорошо, еще вопрос у меня по поводу того, кого мы видим сменщиком Ильи Шульгина И кого видят сменщиком депутаты и вообще процедурные какие-то моменты Если я верно понимаю, месяц дан на поиск нового человека на эту расстрельную должность А вот все-таки глава администрации – должность расстрельная, он всегда во всем виноват, это правда Вот, не всегда объективно это он, но обвиняют всегда его Кандидаты назывались разные Такой наиболее, наверное, популярный вариант – это Дмитрий Осипов, директор ВИАТ «Автодора» И, насколько я помню, на прошлой неделе даже появлялась информация, она такая была неофициальная, что вроде бы из ВИАТ «Автодора» даже Дмитрий Осипов ушел Да, мы тоже знаем эту информацию Это правда? Или это неофициальное все? Пока неофициально Пока неофициально, так Мы наслышаны так же, как, наверное, все радиослушатели, как все жители о тех предполагаемых кандидатурах Но решать будет конкурсная комиссия, знаете, она будет состоять из 10 человек Да, опять представители городской думы, в том числе Елена Васильевна Ковалева Да, так получилось, что на последнем заседании эти кандидатуры были предложены со стороны думы Был некий конфликт, что в данном случае не посоветовались со всем депутатским корпусом по этим кандидатурам Поэтому многие этот вопрос взволновали И пять кандидатур будет предложено губернатором Давайте, а они не предложены еще пока? Ну, не видели? Я пока не видел Я тоже не видел Вы говорите про конфликт Пять человек Давайте напомним, помимо Елены Васильевны в конкурсную комиссию, кто вошел? Вошли два заместителя Ерохин Денис Ерохин, так И Овечкин Так, так Все пять человек Пять человек Так, а в чем был конфликт? Представители КПРФ вознутились тем, что с их фракцией не посовещались, не обсудили данную кандидатуру Недовольны были тем, что там Алексей Овечкин Ну, видимо так Понятно, кого-то другого хотели предложить Их двое Кто второй? Давайте напомним Второго все мы знаем Вот поэтому вышел небольшой конфликт И Алексей Вотинцев Так Поэтому вышел небольшой конфликт И такая перепалка Среди некоторых депутатов Хорошо, вот эти десять человек Список пока не полный Вот эти десять человек, которые будут предложены губернатором Которые уже предложены городской думой Они будут отслеживать, там Отсматривать кандидатов на пост главы администрации Как это происходит? То есть это будет какой-то открытый конкурс Куда могут прийти еще кто-то Помимо этих десяти человек То есть депутаты остальные городской думы Они будут вхожи в процесс этот или нет? Депутаты бесспорно могут участвовать Конкурс открытый Соискатели в соответствии с требованиями к кандидату На занятие за должности Будут обязаны предоставить необходимый пакет документов Рассказать о своей программе Ну и конкурсная комиссия По результатам этих собеседований Встречи Предложат уже депутатам Всей городской думе Ту или иную кандидатуру Я думаю, что Обязательно должно состояться С предложенным кандидатом Некая встреча по фракциям Как допустим у нас делается Это уже с одним? То есть это с лидером? Да, с последним В том числе я хочу сказать И по кадровому составу администрации Потому что допустим у нашей фракции Я выражу мнение своих коллег По справедливой России Да, есть очень большие предложения По сегодняшнему кадровому составу Некоторых руководителей департаментов Управлений в администрации города А вот это интересный, кстати говоря, вопрос Потому что когда пришел Илья Шульгин Ну какие-то руководители Каких-то направлений Каких-то управлений Каких-то там департаментов Да, они менялись в городе И сейчас эти люди Ну частично еще занимают свои посты Я правильно понимаю, что речь идет о том Что будет обновление И именно руководящего состава? Должно быть Мы очень на это надеемся Потому что вы, наверное, не хуже меня знаете Что некоторые у нас чиновники Сидят на одном стуле по 15-20 лет Не двигаясь ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз Вы предлагаете менять не тех, кто пришел при Шульгине А тех, кто до него еще был Вы знаете, при Шульгине Есть достаточно грамотные и перспективные управленцы Кто, например? Аслан Розаев Который сейчас заместитель, да? Глава администрации До этого был директором центрального рынка Не очень продолжительное время Да Ну, дальше, наверное, давайте Мы уже не будем тут с вами строить кадровые Ну хорошо, по персоналу не будем То есть вы говорите о том, что нужны кадровые замены Причем замена тех людей, которые засиделись Знаете, я считаю, что вот одной, на мой взгляд, серьезной ошибкой, Лея Вячеславович, было то, что не было кадрового резерва Так Вот это проблема И пытались схватить кого угодно со стороны У каждого свое мнение и так далее, и так далее Вот Чиновник должен расти Проходить определенный рост Хватать со стороны Еще раз скажу, что это, на мой взгляд, это путь в никуда Угу И что же делать? Это будет управленческий провал Что делать? Да Формировать кадровый резерв Из кого? У нас полмиллиона жителей в нашем городе Да И не только в нашем городе Но у нас вся страна в футбол играть умеет Знаете, Альберт Александрович, только 11 человек на поле не умеет Хорошо, мы сейчас сделаем перерыв У нас 20 секунд Небольшая пауза на анонс, и мы вернемся Особое мнение на 101FM Альберт Бекалюк говорит о том, что в Кировской области достаточно компетентных и знающих людей для того, чтобы посадить их на скамейку запасных И по мере необходимости в кадровых каких-то изменениях, перестановках, в том числе в городской администрации этих людей привлекать к работе Давайте садить их пока не будем Нет, нет, ну в смысле усаживать на скамейку запасных, я имею в виду, да Присаживайтесь, пожалуйста, как говорится, да Так, есть вопрос от нашего слушателя Слушатель спрашивает вас вот о чем Как вы относитесь к прямым выборам главы города напрямую избирателями? Это первый вопрос И второй вопрос Нужен ли при конкурсе на главу города стаж работы на руководящей должности и срок проживания на территории Кировской области не менее 10 лет, как обязательное условие? То есть речь, я не очень понимаю, может быть путаница есть небольшая у нашего слушателя Все-таки глава города, глава администрации, это два разных поста пока Пока, по крайней мере Ничего не вижу в этом плохого Ничего не вижу в этом плохого Особенно я давно предлагал Шульгину вопрос по архитектуре, по главному архитектору, на мой взгляд, неплохо было бы нам привезти из более крупного города Человек? Конечно, конечно, чтобы вот те тенденции развития урбанистики в больших городах переносились на наш регион А у нас получилось наоборот все Так, хорошо, ну возрастной ценз нет, опыт работы на руководящей должности, да Возрастной ценз тоже соглашусь Нет, не возрастной, территориальный, простите, да, возрастной, давайте Проживание в городе, на территории города, не согласен Возрастной, скажу, что да То есть моложе или старше? Вы знаете, мудрость приходит с годами Так Вот для серьезных управленческих решений нужно не только знание А руководитель всеми знаниями, ну, вы знаете, там обладать не может Есть у него заместитель и помощник, который советует И вот в принятии каких-то ответственных решений, конечно, нужна мудрость, взвешенность Порой В какой период жизни людей обычно настигает мудрость и взвешенность, скажите, пожалуйста? Вы знаете, я думаю, после 40 То есть после 40, моложе 40, главы администрации не нужно нам Это мой взгляд, это мои мысли Это особое мнение, вы вообще можете говорить все, что хотите Ну, кроме вещей, запрещенных законодательством, конечно Конечно Поэтому, на мой взгляд, мудрость, конечно, она чуть позднее наступает То есть постарше 40 Да Главы администрации постарше 40 Как вы относитесь к прямым выборам главы города напрямую избирателями? Ну, тут, опять же, я говорю, видимо, все-таки есть путаница небольшая Глава города, глава администрации Ну и глава города, в принципе, у нас же то сейчас не совсем напрямую выбирается Вы знаете, я должен признаться, что в 2006 году, когда менялся наш устав В принципе, это была моя инициатива Выбрать один из трех вариантов, именно такой Почему? Прямые выборы, главы города Нет, мы выбираем главу города из числа депутатов И глава города заключает трудовой контракт с главой администрации То есть невыборная должность? Да, в 2006 году был именно по 131 ФЗ, о местном самоправлении был выбран именно такой вариант И тогда коллеги депутаты меня все поддержали в этом вопросе Сейчас время изменилось Время изменилось В принципе, я думаю, что, может быть, и стоит вернуть прямые выборы Главы города или главы администрации? Это должно быть одно лицо Объединить главу города и главу администрации в одного человека Да Я считаю, что есть некое дублирование функций Есть дополнительные затраты на содержание того или иного аппарата Время непростое Время непростое Поэтому в плане экономии средств и единоначалия, наверное, было бы лучше Чтобы был один человек? Да И чтобы это решали избиратели А почему, кстати, чтобы это решали избиратели? Они ведь выберут вам кого-нибудь? Не того? Не договора способного, например? Они не мне выберут, они выберут себе Вот кто больше в их глазах окажется компетентным В кого больше они поверят То ты должен руководить Это выбор большинства Это принцип демократии Прямые выборы Да Ну вот в этот раз, к сожалению, не вернемся В этот раз к 26 февраля нам обещают уже определить кандидатуру Нового главы администрации А для того, чтобы ввести прямые выборы Я так понимаю, что нужны изменения в устав города, да? Да И это очень серьезная процедура Которая не решится за месяц Согласен Тот человек, который придет все-таки на пост нового главы администрации В первую очередь, помимо кадровых каких-то изменений Чем еще должен будет заняться, на ваш взгляд? На мой взгляд, чтобы у человека в голове сложился некий коннект Всего городского управления, всего городского хозяйства Потребуется немало времени Почему я говорил о каком-то стаже В том числе в муниципальных органах управления Это непростая структура Это непростой механизм И вот такие частые смены, на мой взгляд, они не идут на пользу управления города Они затягивают развитие нашего города Нашего городского хозяйства Поэтому, конечно, хотелось бы видеть на этой должности человека Который просто 24 на 7 будет находиться в этом кабинете Не только в кабинете, а ездить по всем улочкам, заколочкам проверять Как убирают наши дворы, как убирают наши дороги Ремонтируют подъезды и так далее Человек должен быть абсолютно неравнодушный к происходящему Спать на работе А даже не спать Так он так выгорит через год, Альберт Александрович И надо будет нового главу администрации искать А что делать? Не погруженного в городские проблемы Раз человек дает согласие на это, он должен реально осознавать Что хозяйство тяжелое Запущенное Много недовольств Среди наших жителей Поэтому другого варианта нет Но это идеальный вариант вы какой-то нарисовали То есть человек, который и не выгорит И долго с нами пробудет И при этом будет в курсе любой проблемы Насчет выгорит, не выгорит Вы знаете, мне пришлось поработать при шести главах администрации Начиная с Киселева Киселев, Плехов, давайте перечислим Драный, Мачехин, Перескоков, Шульгин Да Вот эта должность, как мы видим Расстрельная Никому не дала дальнейшего карьерного взлета Наверное, да Да Безнаверное Не, ну я сейчас просто пытаюсь там понимать В чем причина Может быть там, ну и возраст тоже там Тому, да, причины Ну, Василий Алексеевич уже Причина Достаточно уважаемого возраста Я все-таки думаю, не в личностях Так В данном случае Причина В нашем законодательстве Слишком много обязанностей Слишком мало полномочий У главы администрации И бюджет скудный Все нужно решить А денег нет Денег не хватает Но в таком случае мы на этой должности Никогда не дождемся человека Который будет работать в режиме 24 на 7 Не случайно говорится о том, что необходимо увеличивать полномочия местного самоуправления Необходимо их увеличивать В том числе перераспределение Большее перераспределение от налоговых поступлений Не все в федеральный бюджет и в областной забирать Больше оставлять муниципалитетам Об этом сегодня идет в том числе в Государственной Думе Основная дискуссия Да А решение кто будет принимать? Депутаты Государственной Думы? Конечно А депутаты муниципальных наших дум Ну в том числе там Кировской дум Каким-то образом могут повлиять на это решение? Это работа с депутатами Это нормотворческие инициативы Через областное законодательное собрание Конечно можно Это очень длинный процесс Конечно Но идти к нему нужно Кто-то из ваших коллег готов Я так понимаю, что вы готовы Вас готовы кто-то из ваших коллег по Думе поддержать в этом вопросе? Вы знаете, у нас, на мой взгляд, достаточно Сложилась фракция единомышленников Нет, я не сомневаюсь То есть, ну вот, это тот вопрос, которым вы готовы заниматься Или вот, ну это понятно, что все понимают Да, денег не хватает на муниципальных уровнях Вы не первый человек, который об этом говорит Да, и не только в Кирове эта история То есть везде все говорят Слишком много денег мы отдаем Сначала в бюджет субъекта Потом из субъекта это все уходит в Москву Потом мы из Москвы ответно получаем какие-то Небольшие плюшки, значит, да Там какие-то дотации, какие-то субсидии Но все говорят, все понимают, в чем причина И все ссылаются на депутатов Государственной Думы Которые, судя по всему, тоже люди не совсем самостоятельны Должна быть воля правительства Воля президента Ну и, конечно, и депутаты Думы И члены правительства Должны эту ситуацию знать и понимать Ну пока вот такая ситуация Пока живем так, как есть Пока выруливаем со скудным бюджетом Относительно, да И с тех проблем, которые у нас есть Поэтому ругаемся, что не ремонтируем окна Поэтому просим льготы на проезд И так далее, и так далее Хорошо, льготы на проезд Сегодня первый день, собственно говоря Когда большинство кировчан поехали на работу Третий Ну, первый, когда поехали на работу Рабочий, да Первый рабочий день, да Поехали на работу 26 рублей Рост сразу на 4 рубля Тариф на проезд в общественном транспорте городском С вашей стороны, это много или мало? С одной стороны, не повышали с 2017 года С другой стороны Ну, все-таки у нас все дорожает И людям проще жить не становится То есть можно понять и перевозчиков Можно понять и жителей При этом за эти 4 рубля Которые нам сверху упали Люди ничего сверх того, что уже имеют Не получат, как я понимаю То есть будет все то же самое Не будет ни обновления парка Ну, вот такого разового, масштабного Не будет ни изменений расписаний Каких-то серьезных, кардинальных Анна, вы знаете Лично я перевозчиков понять пока не могу В декабре состоялся конкурс Прошлого года На организацию пассажирских перевозок На 2020 год Так Цена победы в конкурсе 22 рубля Задаюсь вопросом Зачем соглашались с этой ценой? Раз устраивало все Может быть они предполагали уже И знали, что будет все-таки Выход какой-то на региональную службу По тарифам С вопросом об изменениях Может стоило тогда подождать? В смысле не заявляться? Раз мы соглашаемся на 2020 год На цену 22 рубля А потом бежим и плачем И говорим, что нам и 26 мало Зачем соглашаетесь? То есть вы как ваш коллега Михаил Ковязин Вы тоже считаете, что Не надо было тогда в таком случае Этим людям выставляться на конкурс? Должна быть тогда какая-то дискуссия Или РСТ должно было Пораньше принять свое решение Но получается, знаете Телега впереди лошади Ну я вас понимаю То есть видимо была какая-то Может быть устная договоренность О том, что с перевозчиками Все-таки будет вопрос О повышении тарифа После нового года Но это открыто там При заключении договора При заключении контракта Вот на этот год Открыто не афишировалась То есть к этому Договор заключен На 22 рубля И там прописана эта сумма Там прописана эта сумма Так А перевозчики попросили 26 И все-таки подняли цену РСТ Региональная служба по тарифам В январе с 1 февраля Им поднимают эту цену Хорошо Хорошо А выход был какой-то Вот из этой ситуации То есть уже заключен Ну вот Что называется Назад не отыграть Вы знаете Контракты подписаны Еще в октябре месяце Я предложил на Думе Ввести в региональную службу По тарифам Кого-то из депутатов Решение так и осталось протокольным Почему-то все забыли Об этом Поэтому сейчас Говорить какой выход Я не знаю Откровенно вам говорю Не знаю А хотел бы знать Принимать участие В том числе В работе РСТ Что видеть ситуацию изнутри Как так происходит Почему это заседание Почему это решение Нельзя было принять ранее Ну ситуация получается Просто какая-то комичная Согласна за 22 А региональная служба По тарифам Предлагает 26 Но это не РСТ предлагает РСТ просто озвучивает Озвучивает эту сумму Согласилась Это был такой вариант О котором говорили Они как Минимально возможный Да вариант Хорошо Мы сейчас делаем перерыв У нас полторы минуты рекламы Есть вопрос от слушателей Вернемся к теме выбора Главы администрации города И главы города И после этого продолжим Особое мнение На 101FM Депутат Кировской городской думы Альберт Бекалек В нашей студии Мы продолжаем Есть вопрос от слушателей Если успеем Я его задам В конце программы Чтобы уже сейчас Не прерываться Мы про повышение Стоимости проезда Говорим 26 рублей Ваше предложение Собственно говоря Озвученное на думе Ввести льготный проезд Для школьников Если я не ошибаюсь Альберт Александрович Это начальное звено То есть с 1 по 4 класс Сейчас дети Из малообеспеченных семей Ездят бесплатно Вы предлагаете Сделать бесплатный проезд Для всей начальной школы И если коллеги Меня не вводят в заблуждение То у нас младшие школьники Ездили бесплатно В общественном транспорте Кирова До 2014 года А потом ввели порог нуждаемости Вот то предложение Которое было Вами озвучено Правильно ли я понимаю Что вы готовы За него биться Абсолютно Абсолютно Не только я готов За него биться Это нам Наш президент Рекомендует Заниматься Социальными проблемами Наших граждан Мы видели И улучшать Демографическую ситуацию Вот то что дают Почему я сказал Что это очень хорошее предложение Прозвучали из Уз президента И муниципалитет В том числе И мы не должны стоять От этого в стороне Потому что Получив капитал Маткапитал при рождении Да Ведь Нужно потом детей воспитывать Мало родить Нужно вырастить Да Конечно Конечно А что мы для этого делаем В нашем городе Кроме того Что мы регулярно Повышаем налоги Увеличиваем коммунальные сборы За мусор Не знаю Капремонт И так далее И так далее Не хотим отменить Хотя там Несколько миллиардов На счетах лежит Что мы делаем Да ничего Да ничего не делаем Поэтому Мое предложение Как раз оно исходило Из того Что давайте мы все таки Не опиарив СМИ будем думать И тратить на них Миллионы Не о каких-то банкетах Там С красной рыбой Там и лососевыми Там и так далее И так далее Да А поможем нашим жителям Хоть чем-то Рублем поможем Так Альберт Александрович Давайте вот Сейчас все-таки Процедурно То есть Вы предлагаете Вернуть бесплатный Проезд для всех школьников С первого по четвертый класс Начальное звено На заседании Городской думы Я так понимаю Вам было сказано Что это не в компетенции Городской думы То есть Это решение Должен принимать Должен принимать Законодательное собрание Так или нет Я даже к словоблуде Там этих некоторых Наших коллег Слушать не хочу Подождите Да или нет Все-таки Льготы устанавливают Субъект Так Предприятие Муниципальное Еще раз повторю В декабре Все готовы были Возить по 22 рубля Все Руководство города На мой взгляд То есть Руководство города Может принять это решение Своему предприятию сказать Все Дети ездят бесплатно Так А компенсировать Это все за счет чего Нет Я слышала Про красную рыбу Я слышала Хорошо И про пиар в СМИ Хорошо Вопрос компенсации Я вот Не случайно взял До 2014 года Альберт Александрович Откуда Вот это вот Все перевозчикам Кто им Выпадающие доходы Компенсировал Все было все хорошо Я взял Отчет за 2019 год Нашей федеральной налоговой службы Так Значит доходы Дополнительно Собрано Дополнительно Выросли на 5,9% 2,8 миллиарда рублей Это в целом По региону Из всего Я зачитаю вам лишь только одну 3,6 миллиарда рублей Налог Исчисляемый В связи с применением Упрощенной системы Налогообложения А рост 9% Так Это как раз тот налог Который идет в местный бюджет Который платят местные жители Так Да Вот с этих денег Мы можем направить средства Можем Но просто мне кажется На эти деньги Очень много Желающих Других желающих Конечно У нас Очередь из желающих Не кончается нигде Но мы уже еще раз повторю Мы задушили свое население Всевозможными поборами Люди уже не знают Как выжить Я уже говорил Когда мы обсуждали Проблему капремонта На первое место Выходит плата За коммунальные услуги Люди заплатили Потом Те их разместили На депозитах в банке Этот фонд капремонт А люди идут в банк Берут потом кредиты Чтобы дальше покупать Все продукты Нет слов Нет слов Безнаказанность полнейшая И еще раз повторю Эти средства Которые там Этот фонд капремонта Получал За счет Размещения Средств на депозит Они могли использовать На себя Это что такое Ну подождите Это потом отменили Насколько я помню Так это только В прошлом году Отменили А до этого Сколько лет собирали Зачем работать Зачем им ремонтировать Зачем им что-то делать Очень хорошо Жили Хорошо И живут сейчас хорошо Хорошо А люди плохо В подъездах Такая же грязь у нас Да это ужасно Трубы ужасные Это нет Это проблема Действительно очень серьезная Но вот Если детский проезд Возвращаясь К проезду школьников Младших школьников Бесплатно Возвращаться То есть Вы говорите Что решение Может быть принято На уровне города За этим необязательно Ходить в правительство Вы знаете Анна извините Перебиваю Да и средства на это есть Необходимо найти Необходимо найти Поменьше Всевозможных С красной рыбой Да 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 В том числе Поменьше Раздувание штата В том числе В Думе Вы посмотрите Мы нашу пресс-службу Увеличили до 8 человек Но объявили При этом с пресс-службой города Подождите все-таки Мы еще будем заниматься Администрацией По поводу полномочий Не слишком ли много 8 человек пресс-службы В Думе Газета муниципального образования Да еще и посты Мы заказываем За миллион на полгода 200 постов Чтобы написали Какие хорошие депутаты И руководство города Ну то есть средства есть Можно перераспределить Бесспорно Бесспорно Разумно нужно подходить Экономно И в интересах Повторю Наших жителей У нас школы Вот возьмите комментарий Вот мне люди пишут Здесь В сетях Мы школой Не обеспечили там детей Почему они должны Ездить Платить Поскольку там нет школы Поскольку муниципалитет Эту задачу не решил 1200 рублей в месяц Туда-сюда съездить А если еще Ребенка свозить в секцию Плюс цена на родителей А если это два Два ребенка Мы куда выходим Коммуналка останется Скоро на втором месте Только на проезд бы вам Чтобы наших детей растить На проезд выйдет На первое место Вот мне очень нравится Ваше предложение Я единственное Пока не очень понимаю Где найдутся на него деньги Хорошо У нас есть на это финансисты У нас есть счетная палата У нас есть депутаты Которые грамотно Програмотично Должны подойти к этому вопросу И я хочу сказать Что Вот Ведь этот вопрос Он должен Вот руководство Города должно задуматься Об этом За 4 дня Порядка 45 тысяч Просмотров И проголосовало уже Около 6 тысяч человек За это То есть Люди неравнодушны Это их волнует Это их беспокоит И если мы Сейчас не продолжим Эту тему И не найдем источники Это мы сейчас Про новость говорим Как раз Про льгот Это про мое предложение Наши фракции Да Чтобы сделать для детей Хотя бы Еще раз повторю Хотя бы Для детей младших А младших классов Сделать Я все понимаю Но вы представьте Если бы я сейчас Еще на думе Сказал обо всех Что бы меня там Вообще обвинили В конституционном перевороте Наверное Некоторые наши депутаты Нет Такого не будет Мы не обвиним То есть Вы нет Вы предлагаете Начать общественную дискуссию По этому вопросу Она уже начата Она уже начата Ну в смысле Вывести ее Куда-то на новый уровень Я предлагаю Руководителям Найти источники И помочь Нашим людям Сокращая Ненужные расходы Сокращая Хорошо На следующем заседании Городской думы Вы к этому вопросу Будете возвращаться Я думаю Даже раньше мы вернемся Раньше вернетесь На комиссии Да На комиссии У нас остается Пять минут Альберт Александрович А темы еще Ну как минимум две Это тариф на капремонт Который решено было Не поднимать И вы уже заговаривали Об этом Да Вы предлагали Мы делали Я помню эфир Вообще не платить Взносы на капремонт В течение года Вы предлагали платежи Заморозить Людей избавить Временно от этой меры Вот И потом К ней уже вернуться Когда израсходуют Те деньги Которые накопились Верно я понимаю Конечно Оставили на прежнем уровне У вас этот вариант Как депутат устраивает Или нет Конечно нет Так Мое предложение В силе Люди не должны платить Поскольку Еще раз повторю Деньги не осваиваются Деньги не осваиваются Лежат Три миллиарда На депозитах Это нормально А мы платим По 8,30 Хорошо что не подняли Да С метра квадрата Ну хоть это хорошо Хоть это хорошо Спасибо и на том Что называется Да Так Ну еще раз повторяю Тариф должен был быть Обнулен на этот год Потому что Мы помогаем Коммерческим банкам Но никак не нашим населением Ни ремонтом подъезда Ни ремонтом труб Вот коммерческие банки За счет этих трех миллиардов Живут неплохо Возможно Не могу сказать Взяли депозит Под 4 процента Наверное Под 4,5 Отдают под 8,12 8,10 Не знаю Сколько там Какая ставка Поэтому Помощь им Никак не нашим жителям Неразумно Несправедливо Мы когда возвращались К этому вопросу Вот тогда в эфире По поводу заморозки Платежей на капремонт Многие эксперты Говорили нам следующее Очень серьезный В свое время был Ну Провал такой Когда только собирали платежи И кризис был Даже можно сказать Не платежей То есть не все платили Очень долго Раскачивали людей И наконец Приучили к тому Что этот платеж есть Если сделать перерыв На год В следующем году Мы опять столкнемся С той же самой историей Хорошо Сделайте 1 рубль Ну дайте немножко Населению вздохнуть Облегчите А потом поднять Опять до 8,30 Вы представляете Какое будет А потом будем смотреть Насколько эффективно Расходуются Насколько эффективно Оказана помощь Сколько домов Отремонтировано Что сделано Как идет Как идет рост цен Какая инфляция у нас То есть тут Достаточно факторов Которые бы Должны корректироваться Каждый год А люди нормально Будут относиться К каким-то возможным Резким повышениям Если вдруг Окажется Что вот все хорошо И фонд капремонта За работу Так вы сначала Этим людям Нужно показать Что мы делаем Оказывается Делом-то очень мало Очень плохо Ну не успевают Справляться с партой Вы знаете Я вам честно скажу Один случай Когда я проводил Избирательную кампанию В августе-сентябре Прошлого года Зашел в такой один дом Где проводился капремонт И вот сами жители Мне показывают Так вы знаете Там краской Стены в подъезде Покрашены На два слоя Вот под вторым слоем Видны Видимо там какие-то дети Красили Нет там крестики-нолики Тот на стенах рисовал А потом закатали Там разбавленной краской Все это заметно Слушайте Ужас Стыдно За такие результаты Подождите Эльберт Александрович По-моему Мы немножко Все-таки с вами путаем Ремонт подъезда Не делается За счет средств капремонта Это скорее всего Просто была инициатива Там не знаю Либо жителей Либо управляющих компаний Я понимаю О чем вы говорите Вы говорите о том Что те работы Которые делаются Они делаются Недостаточно качественно И недостаточно быстро То есть у нас Фонд капремонта Точно такие же примеры Вам приведу По крышам По подвалам И так далее И слушатели Нам звонят регулярно И говорят о том Что была крыша Ничего не бежало Значит И не проливало Денег взяли Бежит снова Да Теперь крыша бежит Что делать Снова собирать По мнению Сотрудника фонда капремонта Предложение ваше Остается в силе Вас не переубедили Меня нет Я думаю И жителей всех Точно так же 8.30 Если в следующем Готовы вернуться К вопросу повышения Тарифа на капремонт Что делать будете Давайте посмотрим По результатам Этого года Сколько будет освоено Насколько качественно Будут выполнены работы Вам как кажется Вот эта история С общественной дискуссией И с тем Что было предложение Заморозить тарифы на капремонт И с тем Что уже второй год Не повышают тариф на капремонт На фонде капремонта Каким-то образом скажется С точки зрения того Что они начнут Более активно работать Сожалею Пока не сказалось Но кадровые решения Должны быть приняты И по фонду капремонт Конечно Конечно По фонду капремонта Тоже Хорошо Это было особое мнение Депутата Кировской городской думы Альберта Бекалюка А мы будем следить за событиями В том числе По предложениям вашим Посмотрим А вдруг что-то изменится Я Анна Лапшина На этом прощаюсь И Альберт Александрович До свидания Большое спасибо Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM